В Алтайском крае завершает работу конференции Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья. Этот масштабный литературный форум в России проходит в 19 раз, а в нашем регионе впервые. На него съехались представители разных писательских сообществ страны, были и зарубежные гости. Какие вопросы они обсуждали на конференции, какое впечатление произвели на них творческие встречи на Алтае, об этом и не только расспросим сопредседателя правления Союза писателей России, координатора Ассоциации писателей Урала, Сибири и Поволжья Александра Кердана. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Но прежде расскажите, как так получилось, что вот такая масштабная конференция проходит у нас на Алтае? Традиционно каждый год место проведения конференции меняется. Мы путешествуем по городам и весям, в которых живут и трудятся наши писатели, то есть писательские организации, входящие в Ассоциацию писателей Урала, Сибири и Поволжья. Таких организаций 24, они распространяют свое влияние от Алтайского края, Кеймерова, Томска до Кирова, Республики Некоми и Удмуртия, от Ямала до Оренбурга, то есть по сути дела треть России. В этот раз очередь стать литературной столицей выпала Барнаулу и Алтайскому краю. Так вот, какие вопросы в рамках работы конференции вы обсуждали? Главный вопрос «Земля и слово» о месте писателя в жизни современной России. Это важный вопрос, который волнует представителей писательского сообщества всех поколений. Ну, такой общий очень вопрос, на него можно говорить очень много, приводить разные примеры. Вот к чему пришли в итоге? К выработке тех путей и решению задач, которые перед нами стоят. А задачи у писательского сообщества всегда одни. Передать эстафетную палочку следующему поколению, не забыть то поколение, которое было до нас, издавать книги, воспитывать патриотов нашего Отечества, преодолевать трудности, которых немало. Трудностей действительно немало. Вот я лично знаю, что некоторые писатели, чтобы выйти в свет, так скажем, вынуждены брать кредиты на книги. Это нормальное явление? Ну, мы все выходцы из старой советской страны, когда писатель был государственным человеком, когда существовала государственная система книгоиздания, поддержки писательских организаций. Они были частью идеологической работы советского государства. Сегодня это одно из направлений общественной деятельности. И поэтому есть регионы, где к писателям относятся по-государственному. И таким регионом является, вне всякого сомнения, Алтайский край. Мы в чем-то учимся у Алтайского края, руководителей края, к такому доброму отношению к писателям. А есть регионы, где приходится писателям выкручиваться самим. Я знаю, что в рамках конференции писатели провели несколько творческих встреч в районах края. Как там встречали? Мы побывали в 15 библиотеках городов и районов Алтайского края. Наши писатели вернулись вдохновленными. Вдохновленными и отношением жителей к художественному слову, и любовью к своим писателям, и сохранению литературных традиций. Ну, честно можно сказать, в России нет больше региона, где так бы чтили литературные традиции. 20 литературных чтений, которые проводятся в вашем крае ежегодно, это пример достойной подражания. Почему же тогда люди стали так мало читать? Именно книг. Мы этот вопрос неоднократно поднимаем. Все больше интернет засасывает, извините за такое выражение, конечно. Я думаю, что слухи о смерти читателей в России преувеличены. Во все века и времена читателей в любой стране не так уж много. Я понимаю, что мы берем тот наш прошлый советский опыт, когда говорили, что мы самая читающая страна в мире, и вроде бы стали читать меньше. Читать стали столько же, но изменились направления, по которым читатели читают. Больше сейчас читают релаксирующие литературы, отвлекающие, развлекающие. Больше читают учебные литературы, потому что растет прагматичное поколение. Меньше читают стихов и отечественные классики. Вот над этим мы и работаем. А достаточно ли у нас толковых молодых литераторов? Молодые литераторы в Алтайском крае есть. Я не говорю о других регионах. Мы будем говорить о месте, где мы находимся. Сегодня в рамках нашей работы мы провели несколько мастер-классов с молодыми поэтами и прозаиками. Ведущие мастера из Екатеринбурга и других городов нашей страны дали оценку, что потенциал очень сильный. И мне кажется, что в основе этого потенциала лежит как раз внимание к литературе в целом в крае. Опора на такие авторитеты, которые у вас, как Шукшин, Соболев, Роздественский. Это на каком-то генетическом уровне в молодежи воспитывает любовь к литературе. Так что будем надеяться, что вырастут новые Шукшины, новые Роздественские, новые Соболи и другие замечательные писатели. Я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, не у каждого молодого писателя очень светлая будущая популярность всемирная. Вот что сделать? Какие советы вы им дадите, чтобы они не бросили писать? Советовать в литературе дело гиблое. Я, наверное, посоветую жить своей судьбой, помнить то, что это дар, который дан тебе, и которым ты должен распоряжаться так, чтобы не обидеть того, кто подарил дар тебе. Дар слова, дар говорения. Ведь во многом писатель продолжает говорить за всех его молчаливых предков. Вот мои предки, украинские крестьяне, украинские и белорусские крестьяне, которые не писали книг, защищали Родину, воспитывали детей, сеяли хлеб. Если мне дано говорить, я буду говорить. И это же советую моим последователям. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам, Лена. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Керден, сопредседатель правления Союза писателей России, координатор ассоциации, писатель Урала, Сибири и Поволжья.